Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Рэмпэйдж. Приматолог Дэвис Окои предпочитает держаться подальше от людей и дружить с Джорджем, удивительно умным самцом гориллы, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руину Северную Америку, стирая с лица земли все, что попадается у них на пути, Окои вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом. Отряд убийц 2016 года. Правительство решает дать команде суперзлодеев шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют на миссию, где они, вероятнее всего, погибнут. Дюнкерк. Фильм расскажет историю чудесного спасения. Более 300 тысяч солдат в ходе дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. Конг. Остров Черепа. Действие фильма переносит зрителя в 70-е годы прошлого века. Главный герой организует экспедицию к острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Форсаж, Хоббс и Шоу. Превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс, вынужден объединиться со своим старым врагом, опаснейшим преступником в Декардом Шоу, чтобы противостоять общему противнику. Лара Крофт. Лара Крофт – весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей 21, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона. Тихоокеанский рубеж 2. Команда пилотируемых роботов-защитников остановило вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается. Бэтмен против Супермена на заре справедливости 2016 года. Опасаясь, что действия боеподобного супергероя так и останутся бесконтрольными, грозный могущественный страж Готэм-Сити бросает вызов самому почитаемому в наши дни спасителю Ментрополиса, в то время как весь остальной мир решает, какой герой ему по-настоящему нужен. И пока Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии войны друг с другом, возникает новая угроза, которая ставит человечество под самую большую опасность, с которой она когда-либо сталкивалась. Панда уничтожить Недалекое будущее Экспериментальный отряд специальных агентов высаживается на необитаемом острове для прохождения интенсивных боевых учений. Но на острове высадился кто-то еще. И это не люди. Сгой 2000 года Герой этой картины Чак Нолан, сотрудник всемирно известной службы доставки Федерал Экспресс. Чак – скурпулезный практик и неисправимый педант. Жизнь Нолана, высокопоставленного инспектора международных отношений Федекс, расписана по минутам. И этих драгоценных минут катастрофически не хватает ни на личную жизнь, ни на любимую женщину. Однако, безжалостная судьба заставила Нолана иначе взглянуть на отпущенное ему время. Самолет, на котором путешествует Чак, попадает в океан. Инженер, единственный, кому посчастливилось остаться в живых, попадает на необитаемый остров. Здесь Нолану и предстоит провести мучительно долгие годы в жестокой битве за выживание. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!